Давайте начнем. Меня зовут Олег Бахмутов. Я HR-директор Сбербанк Казахстан. Это мой коллега Михаил Плотников. Он обычно говорит, но сейчас он как-то пока еще раскачивается. Мы сегодня… Да, к сожалению, третьего нашего коллеги с нами нет. С нами должен был быть еще заявлен Илья Емельянов. Это наш руководитель Банк 21. Но, к сожалению, он после командировки приболел, не смог к нам присоединиться, но нам все передал. У нас сегодня будет достаточно интересный доклад о том опыте, который мы имеем как Сбербанк по внедрению Agile, о том, какой кейс у нас есть. И он, наверное, меньше будет за теорию, меньше будет за то светлое и волшебное, что есть в целом в мире. Мы будем говорить о очень простых вещах, которые есть у нас здесь в Казахстане. Да, у нас кликер не работает. Следующий слайдик поставить, если можно. Да. Пока наши… Да, мой коллега с IT-бэкграундом разбирается с… Да, отлично. Ну, собственно, почему мы решили рассказать, что мы хотим… О чем мы хотим поведать. На самом деле, когда мы говорим про… Спасибо большое. Когда мы говорим про Agile, по крайней мере, с нашей сугубо личной точки зрения, это такая очень интересная история, которая окутана массой разных красивых моментов, которых не очень понятно, когда ты остаешься один на один с этой историей, в организации не очень понятно, а что делать-то надо. Когда вот есть ты, есть организация, надо внедрять вроде бы Agile, и что-то надо делать. И поэтому наша сегодняшняя задача сделать так, чтобы… Сделать так, чтобы… Вы понимаете, да, почему мы выступаем вместе? Потому что один хорошо говорит, другой, в принципе, ладит с техникой. То есть наша задача сделать сегодня так, чтобы мы могли поделиться опытом, сделать, наверное, тему Agile для вас более понятной в нашем примере и рассказать немножко о том, что у нас происходит. Вот. Поэтому вначале… Отлично. Нас технологии догоняют. И теперь следующий слайд. Пожалуйста. Да. И, ну, собственно, я представился, мы уже представились. Наша экспертиза сегодня в докладе будет следующая. То есть у Михаила часть с точки зрения процессов и решений. Да. Он у нас гуру всего, что связано с IT в банке. Вот. Моя часть с точки зрения персонала людей и часть Ильи, которую мы распилили пополам, это часть именно продуктового заказчика, человек, который говорит, от чего надо для бизнеса и как должно быть. И теперь вперед. Ага. Попробуй. Отлично. Теперь берется не специалист. Прекрасно. И как мы будем выступать? Что будет происходить? Сейчас мы… В двух словах я уже сказал о том, что у нас будет в докладе. Перед тем, как мы перейдем к самой презентации, мне бы очень хотелось услышать ваши ожидания от нашего выступления. Того, что вы хотите услышать от нас, про наш опыт. То есть чем мы можем быть вам полезны в текущий час, который есть у нас. Что мы можем дать такого вам или о чем рассказать, чтобы вы отсюда ушли и с какой-то пользой для себя. Да, то есть я немножко добавлю. Уже много докладчиков говорило. И в общем-то азы agile, так скажем, и для чего все это, и как это немножко работает, какие-то кейсы уже рассказали. Возможно, я когда первый раз на таком митинге был, на такой конференции, у меня на третьем-четвертом докладе была каша в голове на самом деле, потому что вроде круто, а не очень понимаешь, что вообще происходит. Поэтому мы сейчас постараемся структурировать ваши знания, и для этого нам нужна обратная связь от вас. То есть на каких моментах, где вам что непонятно, может быть, мы какие-то… У нас даже мы посмотрели слайды иногда с предыдущими докладчиками, немного пересекаются по тематике, потому что, ну, в принципе, идея одна. Поэтому очень бы хотелось сейчас в первую очередь собрать ожидания. Если есть какие-то моменты, пожалуй. Сейчас я буду записывать. Олег запишет, быстренько законспектирует. Мы посмотрим, как это ложится на нашу структуру доклада, и, может быть, начнем с припаркованных вопросов, а, может быть, сразу перейдем к докладу. Окей, это моя тема. Сейчас у нас несколько agile команд, где я стараюсь выступать в роли скрам-мастера, поэтому кейсы есть, расскажу конкретно. Дальше. Неприменимость, окей. Много в зале людей, которые не понимают, зачем вообще agile нужен и для чего. То есть, я помню, у первого спикера я посмотрел специально, у Алексея был слайд с паровозиком, что в цель идем, цель меняется. Эта идея всем понятна? Или есть, кому я могу еще уточнить этот момент? Потому что у меня примерно такой же слайд был. Мне кажется, ты прям политически неверный вопрос задаешь на конференции про драйв. К середине дня как-то признаться в том, что тебе непонятно уже… Я просто себя помню, в этой ситуации действительно возникает иногда каша. Хорошо. То есть синхронизация работ команд. Еще раз. Ага. Вот. Хорошо. То есть что легко, что нет. Ага. Окей. Еще? Немного про работу заказчиком. А что именно хочется услышать? Ну, окей. Давайте поговорим. То есть место заказчика, собственно, в agile. Угу. не самое сложное. Самое сложное потом в этом во всем выжить. Но я расскажу про то, как затащили. Прямо вот мы с этого и начнем. Прямо так и запиши, как затащить. Что именно интересует? Имеется в виду фреймворки, какие использовали? Scrum, Kanban, что использовали? А, то есть именно технические инструменты. Жира, например, да? Окей, технические инструменты. Заставить людей поверить тяжело. Слушайте, я в вашу вопрос. Я слышу прям очень много общего с нашей проблематикой о том, что и затащить людей, и заставить поверить. Прямо вот это вот. Очень хорошая фраза. Еще иногда спрашивают, а как управлять людьми в agile команде? Не управляют они сами все. Но ты все-то не рассказываешь. Окей. Как сделать так, чтобы поверили? Как бизнес переживал? Как именно бизнес переживал agile трансформацию и переживает сейчас? А вот смотрите, я прямо вот сюда. То есть кейс ошибок пережили agile трансформацию. Да? Окей. Хорошо. Я так понимаю, больше вопрос. Жертвы на алтаре agile. Были ли жертвы? Приносились, да. Конечно. Это только начало еще. Постановка задач, целей. Отслеживаем, как они исполняются. Так. Ага. Окей. Хорошо. Ага. Хорошо еще. Фейл. Окей. Ну вот смотрите, у нас вот здесь был вопрос, да, про кейс ошибки. Это, наверное, выводы и уроки. Вот так запишу. Запишу. Фейл. Окей. Ага. То есть, пытались скрам, получилось скрамно, да? Окей. Что такое успешное ведрение agile? То есть, как понять, он пришел к вам или не пришел? Окей. Хорошо. Достигли мы цели. А еще? Да. Мотивация команд. Мотивация команд. Окей. Сразу скажу, что нам тоже интересно мотивация команд вопрос. Поэтому мы сейчас его как раз обсуждаем с коллегами, да. Но это очень интересный, очень правильный вопрос. Еще. Ну, может тогда доклад. Вы же сами знаете ответ на этот вопрос. Сами же знаете ответ на этот вопрос. Но вы хотите спросить, есть ли у кого-то другая ситуация, как у нас, например. Да. Давайте запишу, что с ресурсами. На самом деле ответ нет. Но я расскажу, как мы, собственно, что мы делаем-то. Не, мы делаем. Мы не пытаемся, мы делаем. Еще. Что-то есть? Вот вместо есть до пары вопросов еще. Что еще раз? Внедрение agile? В каком смысле? То есть в некой организации с госучастием имеется в виду? Да и почему нет? В смысле… Ну вот да, то, что ребята рассказывали, в принципе, хороший пример. И абсолютно согласен, что пример вот Почти России для меня более чем вдохновляющий. С точки зрения того, что может ли быть там жизнь на марте, да. Все очень хорошо. Ну как бы тем более в госорганизациях, мне кажется, что в какой-то момент, когда придет осознание того, когда вы нащупаете изюминку некую, все просто полетит. Реально может быть? Вопрос мы сейчас расскажем, ну как бы про то, наверное, на что посмотреть, когда вы начнете внедрять. Хорошо. Еще. Прекрасно. Начнем говорить, дальше сориентируемся. Хорошо. Ну что, давайте продолжим. Тогда и я бы начал, знаете, с чего? Сейчас, нет, перевернем. Вот сейчас начну с того, что самого главного вопроса, наверное, о том, где место agile, что в организации подходит под agile, а что не подходит. У нас потому что был очень интересный период, когда… То есть кто знает, как в Сбербанке внедрялся agile? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь понимает, что такое Сбербанк? Да? У кого? А, вот. Есть представление. Хорошо. Еще у кого-то есть представление, что такое Сбербанк? Прекрасно. Два человека она знает. Три. Семеро. Уже неплохо. То есть мы, в принципе, не в топе, но как это немного узнаваемо. Как бы вы характеризовали Сбербанк? Вот с чем он у вас ассоциируется и вот что вы про него знаете? Ассоциируется с бабушками и с деньгами. Хорошо. Что еще? Грев, agile, развитие, инновации и так далее. Смотрите. Да, есть огромный корпоративный университет. Сбербанк, да, отдельный кампус. И мы очень много значений придаем именно развитию обучения. Совершенно верно. Вот если поднять историю, то Сбербанк очень интересный организация, очень интересный мой банк. Потому что, по сути своей, это крупнейшая банковская группа России. В целом в Сбербанке по миру работают, если не собираешься, около 300 тысяч человек. Мы объединены определенными едиными процессами. И мы банковская организация. То есть мы имеем определенные требования от регулятора, мы имеем определенные ожидания, мы имеем определенный рынок, который с нами работает. Поэтому для Сбербанка зайти в agile это определенный вызов, мягко говоря. Но другого варианта нет. Чуть позже объясню почему. Сама по себе это путешествие в agile для нас началось, наверное, порядка, ну так, наверное, сильно началось, порядка, по-моему, года с лишним назад. Потому что мы начали с разных точек путешествовать. Но вот весь прошедший период очень много было вопросов. Потому что мы очень много заходили с разных сторон. И было очень много вопросов, собственно, а где agile подходит, а где не подходит. И есть очень хорошее разделение, мы сегодня о нем уже слышали. Разделение функций на функции run и функции change. Сегодня, по-моему, мы о нем говорили, если не ошибаюсь. Есть четко определенные функции run. Вот кто сейчас понимает, что это такое? Это какая-то текущая деятельность. Что это еще? Операционная поддержка. Простым языком это та курочка, которую несет золотые яйца организации. Это тот результат, с которым мы сейчас существуем, показываем, собственно, эффективность для акционера. Те деньги, которые мы приносим, run их порождает. Это текущий процесс, который дает нам результат. Есть некая вещь, которая называется change. Это то, что влияет на run. Это то, как мы меняем run. Те вещи, которые мы делаем, чтобы run поменялся. Текущий рабочий процесс. Очень важно понимать, что в банковской сфере, я не знаю, у кого, но в банковской сфере вот здесь мы про agile пока не говорим. Объясню, почему. Потому что для нас, например, доверие вкладчиков на первом месте. Это очень хороший пример, что есть определенные области, в которых тебе нужна уверенность в том результате, который будет получен. Это касается банковской сферы, это касается медицины. Потому что, когда я прихожу к врачу, я рассчитываю, что у человека будет все в порядке вот с этим. Что текущий процесс лечения меня будет стабилен, налажен и будет все хорошо. То же самое относится во многом к строительству, например. Когда я строю себе дом, я понимаю, что определенные вещи или я собираюсь купить квартиру, я понимаю, что я должен быть уверен в том, как шел процесс строительства. Текущий run, который идет. Но в то же время, когда мы говорим, что вот здесь все стандартизировано, все спокойно. У нас есть область change, которая постоянно делает нас лучше, улучшает наш конвейер. И вот здесь как раз дом для agile. Те вещи, которые относятся к изменению, разработке новых идей, разработке новых продуктов, изменению процессов. Вот там место для agile. Именно когда мы говорим про изменения. Я сделаю мостик немножко на доклад Ивана. То есть простой упорядоченный мир по фреймворку Kinevin и запутанный мир. Вот это простой упорядоченный мир. Есть четкий набор действий. Пришел клиент, поздоровались, открыли вклад, положил денежку, акцептовали документ в обиске. Клиент ушел довольный. Вот простой упорядоченный мир. Поэтому у нас в организации получается сейчас, что есть и run и change. Есть вещи, которые стандартные, и они живут в текущем рабочем процессе. И там сейчас нет agile. Есть вещи, которые в agile, в принципе, agile им прям показан. Но в целом мы понимаем, что общая концепция вот этих быстрых изменений, она должна питать всю организацию. И agile – это не только agile в IT, внедрение agile, это в целом изменение всей культуры, всей организации. Потому что иначе бесполезно. Если мы говорим о том, собственно, с чего все началось, да, началось, как понимает, все с Герман Оскруч. И это удивительный человек, который задает Сбербанку фантастический заряд энергии. И одним из такой интеракций это была именно отправка нас в сторону agile и внедрение, открытие двери в agile для всего Сбербанка. И мы как раз говорим о том, что должна быть вся организация посвящена этому. Но есть части, в которых agile очень бурно развивается и прямо показан. Есть части, в которых показывает стабильный результат. Далее, если говорить, то мы подумали и подумали о том, что нам нужен, конечно, agile, но нет, не agile. И мы назвали это Сберджайл. Потому что agile – это методология определенная. А мы сейчас ее применяем к нашей организации, к Сбербанку. И поэтому это agile в Сбербанке. Называется Сберджайл. Наверное, самое простое – сейчас показать небольшой ролик о том, что такое Сберджайл и как мы, собственно, его видим. в котором очень хорошо описывается то, и почему мы в него зашли, и почему, ну, как бы, что в нем происходит. Это чуть позже. Давайте сам ролик. Щелкнишь? Эджайл – это, может быть, самая радикальная трансформация за всю нашу историю. За все 175 лет нашего с вами развития. Первые ростки agile зародились в Сбербанке уже некоторое время назад. Например, в области разработки мобильных приложений и в программе EFS. Эти практики пришли к нам из мира программирования, где они развивались еще с 70-х годов. Основные ценности agile были сформулированы в 2001 году в agile-манифесте. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Сотрудничество с заказчиком важнее согласование условий контракта. Готовность к изменениям важнее первоначального плана. За последние 15 лет подходы agile вышли за рамки разработки программного обеспечения и применяются компаниями по всему миру для быстрого, эффективного создания и совершенствования продуктов и услуг. Если раньше agile это способ написания программного кода, то сегодня agile это способ существования полностью всех организаций. Для больших компаний agile это не только практики, разработки, но и круз-функциональные команды, в которые входят специалисты, необходимые для выполнения задач, например, продуктовики, исследователи, разработчики, дизайнеры, внедренцы. Команды могут самостоятельно принимать решения, сотрудники в agile не боятся открыто обсуждать проблемы, вовремя дают друг другу обратную связь. Команды используют гибкие подходы к работе, такие как Scrum, Lean Startup, Design Thinking, Continuous Delivery, DevOps. Но самое главное это скорость. Требования так быстро меняются, мир так быстро меняется, и мы совершаем такое количество ошибок в традиционных технологиях, что мы с этим мириться не можем. Для того, чтобы скорость поднять радикально, нужно поменять всю систему управления и всю систему нашей с вами работы. Прежде всего, изменится организационная структура. Основной боевой единицей становится кросс-функциональная команда. Это 10-12 специалистов, которые обладают всеми навыками, инструментами и полномочиями, чтобы самостоятельно разрабатывать продукт. Команды, которые объединены вокруг одной бизнес-цели, отвечают за один бизнес-результат, образуют Tribe. Сотрудники из разных команд, но одной области компетенции, называются Chapter. У каждого Tribe есть куратор. Это член правления банка, который отвечает за бизнес-результат нескольких Tribe. Вместо долготекущих проектов команды будут работать в ограниченных промежутках времени, как правило, две недели. Это так называемый спринт. После каждого спринта к продукту будет добавляться новый функционал. Спринты объединяются в супер-спринт для того, чтобы спланировать и синхронизировать работу всех команд Tribe. В ходе спринтов будут проводиться церемонии, которые нужны, чтобы задать ритм рабочему процессу и уменьшить количество ненужных и продолжительных встреч. Пример такой церемонии ежедневный стендап, где все участники команды собираются вместе всего на 15 минут и обсуждают план на день, что достигнуто за прошлый день и что мешает. Все это будет жить в новом офисном пространстве, специально спроектированном под agile, которое помогает работать эффективнее и удобнее, как в команде, так и индивидуально. Трансформация будет проходить волнами. Первая волна стартует осенью 2016-го, вторая в начале 2017-го года. Это колоссальная трансформация. Чтобы никто не обманывался, это потребует, конечно, очень большого количества усилий от всех нас и, в первую очередь, ментальных усилий и очень серьезного изменения нашей культуры, ребята. Дизайн-thinking, коллаборейшн. Коллаборейшн, наверное, самое главное. Креативити, потому что нужно будет придумывать новые решения, нужно будет делать редизайн всех наших негодных процессов. Для этого нужен такой важнейший такой навык, как проблем-солвинг, то есть возможность поиска нестандартного решения очень проблемных задач. Для этого нужна такая позиция, как системность мышления, для того, чтобы можно было увидеть не только погрузиться во все детали, но вынырнуть оттуда и увидеть с вертолетной высоты всю проблему целиком. Честно сказать, вот с каждым днем у нас все больше и больше уверенности в том, что мы будем успешны. Вот получается такой короткий ролик, он специально сделан для Сбербанк ТВ, и мы его транслируем на всю нашу группу, так, чтобы одинаково рассказывать о том, что такое Сберджайл, как мы в нем будем жить. Есть ли по нему вопрос? Пока нет. Окей. Тогда, смотрите, наверное, в двух словах с того, собственно, с чего мы начали. Наверное, очень краткая история Сбербанка в Казахстане и Эджайла здесь. В том, что с прошлого года мы поняли о том, что нам нужны Эджайл-команды. Появилось это решение, оно как бы отчасти было сформировано на двух потоках. С одной стороны, у нас был уже опыт разворачивания наших банковских мобильных продуктов. Если кто-то пользуется онлайн-банкингом нашим, то представляю себе, что такое предложение Сбербанк Онлайн. Видели кто-нибудь? Для физиков, да. Вот для частных клиентов вот наше предложение Сбербанк Онлайн. Именно на базе внедрения этого приложения мы начали пробовать первый раз технологии Аджайла и мы начали пробовать без всякого лишнего помпы или официоза. Мы просто начали брать инструменты и пробовать работать в команде именно с ними. Потому что команда Ильи это те люди, которые начинают это делать. После этого поняли, что надо разворачивать сильнее и уже приняли такое политическое решение о том, что надо трансформировать тройничный блок уже под Аджайл-команды. И здесь у нас уже полетела история дальше. А концептуально сейчас мы разделяем всех людей, кто входит в Аджайл-команды на несколько ролей. Как вы догадывались, роли у нас в принципе стандартные. Первая роль это продукт-оунер. По сути своей это человек, который… Здесь мы с Мишей немного расходимся. С моей точки зрения это человек, который отвечает за продукт и отвечает за то, что продукт работал. Отвечает за то, чтобы продукт приносил банку деньги. И поэтому он является в какой-то мере заказчиком для команды. Но здесь, конечно, мы сильно перегибаем палку, приведя статую из Терри Пратчета об одном его персонаже. О том, что введение специальной демократии, когда голос одного человека определяет все. Здесь мы говорим о том, что голос определяющий именно в рамках продукта, либо бюджета, либо направления, ну как бы вот именно о том, как это будет приносить банку деньги. Но с точки зрения того, как команда работает, это уже вопрос к команде и к следующей роли. Следующая роль – скроммастер. Как вы понимаете, в организации с жесткой организационной структурой и с богатой историей бюрократии скроммастер – человек, который отвечает за процесс, за то, чтобы компания как-то, вот эта команда небольшая, что-то приносила и могла как-то пробиться куда-то, он должен быть достаточно человеком с таким, ну как бы хорошей, так сказать, хороших навыков. Человеком боевым и должен быть готов на различные интересные вещи. В первую очередь, конечно же… Я бы сказал, мягкий внутри, но колкий снаружи. Да. Очень мягкий, ранимый душевный внутри, но как бы колкий снаружи. Совершенно верно. И этот человек должен уметь с одной стороны организовать работу, с другой стороны помочь команде продвинуться. Потому что, например, основной кейс, с которой мы сталкиваемся, ну и, наверное, там вся группа Сбербанка, в том, что у нас есть, да, команда, которые мы запустили, они работают по аджайлу. И есть остальной банк, который живет по старой структуре. У него все в порядке, но есть какой-то аджайл. Вот. Это ребята, которые бегают, что-то делают, им что-то надо. А здесь у нас процессы, здесь у нас документы, здесь у нас согласование, юридическая служба на технические задания и прочие вещи. Куча разных комитетов. И это, конечно, мягко говоря, интересная ситуация. Поэтому это вот первая кейсность, с которой мы сталкиваемся. О том, что как жить-то дальше. Когда часть организации в аджайле, часть организации не в аджайле. Поэтому роль скромастера очень важна. Ну и роль самих команд очень важна, потому что мы сейчас очень много внимания делаем на то, что мы людей поддерживаем. Просто поддерживаем. То, чтобы у них не опускались руки от того, что они вот всем начинают биться. Да, потому что у всех остальных мнение о том, что что-то они бегают, мешают, кипиш не нужен, непонятно, что происходит. На демо дни никто не ходит, но так у них вот какой-то кипиш происходит, непонятно, что в рамках дня творится. Вот. Ну и третья важная роль, да, это роль самой команды, вот, самой команды разработчиков. И здесь самое важное, наверное, для нас, пока не с моей сугубо личной точки зрения, это то, что надо не забывать, что это живые люди, что это реально люди и это команда. И, наверное, основные проблемы кейса, которые мы имеем, это вопросы, первое, в том, чтобы команда собралась, потому что, когда, и дальше мы там пару советов переведем, когда вы начинаете запускать agile, первое, с чем вы столкнете, скорее всего, если вы запускаете в благом порыве несколько команд, внезапно выяснится, что в организации, например, где-то 3,5 тысячи человек, есть всего один какой-то интересный разработчик или два человека, которые очень всем нужны. И между 10, например, командами их поделить не очень получается. Что делать? Да, это к Мише. Я, как говорится, идеолог, а там все остальное к Мише. Это вот самое главное, команду собрать и понимать, что это люди, у них есть чувства и очень важно доверие, которое команду формирует. Это правда. это вот просто на и роль, да. Почему? Неправильная тема. Смотрите, самое главное, сейчас мы с Мишей разделимся, наверное, и Миша даже начнет комментировать. Ладно. Неправильная тема. Разумеется, джуниор нужен, и причем нужен очень сильно. Когда мы говорим о… Дай мне фломастер. Когда мы говорим о скроммастере, то как раз его, одна из его основных целей, это, вернее, задач, это наблюдение за звездной картой компетенции людей. То есть он строит такую карту, да, вот здесь Вася, Петя, Маша, а вот здесь что они умеют? Ну, допустим, разработка, дизайн и еще что-то. И он напротив каждого человека, посовещавшись с командой, ставит либо звездочку, это человек, который звезда, гуру, все умеет и любит делиться компетенцией. То есть это человек, которого драйвит от того, что он кому-то что-то объясняет и видит, как этот человек растет. И вот такая черная точка. Я сам, у меня все, я никому не дам, это мое. Вот такие люди должны уходить из команды, вот такие должны оставаться. И им обязательно нужно ставить… А тут квадрат такой, ой, квадрат такой черный. Им обязательно нужно ставить джуниора, которого этот человек будет качать, да, скиллы его качать, и этот будет получать мотивацию. Это вот к вопросу о мотивации людей. Вот это одна из мотиваций. Ты даешь человеку, гуру, прокачать свои навыки в преподавании, в тренерстве, а этого человека ты качаешь по знаниям, он понимает, что он растет, и стоимость его на рынке тоже растет. Поэтому создание вот этого дифференциала разности потенциалов для того, чтобы здесь пошел позитивный ток, она очень-очень важна в команде. Но я от себя, знаете… Это да, то есть люди, которые вот очень скованы и не любят общаться, любят сидеть и что-то там делать, если их не получается раскачать, то этот человек будет, ну, команде сильно мешать. Действительно сильно. Здесь как раз-таки роль скрам-мастера, наверное, в том, чтобы он этот человек интегрировал в команду. Почему я говорю, что это люди? Потому что надо понимать, что это не часть машины, которая пишет код. Это живой человек, который есть свои особенности. И это надо собирать в одну команду, как, в принципе, в любой другой команде. И я бы здесь добавил, наверное, что с точки зрения команды джуниору это нормальная ситуация. Это никакое не зло, то есть оно может быть. Самое большое зло с точки зрения команды это люди, которые приходят и уходят. Это как раз те два, допустим, разработчик, которые приходятся на банк делить. Это самое большое зло. Объясню почему. Потому что вроде бы разработчики считают, что есть, процессы должны двигаться, а людей нет. По факту он приходит там два часа в день, это в лучшем случае, либо у него завалы, либо что-то еще. Он бегает туда-сюда. И хорошие это не очень получается. Человек издергается сам. Мы теряем талантливого человека. Плюс команде результат, ну, как бы очень тяжело показать. Поэтому легче признать, что у нас новичок, например, и мы возьмем меньший объем задач, мы сделаем проще. Либо у нас нет этого человека. Чем брать человека на какой-то подтайм, он будет бегать и так далее. С точки зрения вот в долгу, это принесет больше пользы, когда вы раскачиваете людей, их развиваете. Ну, мы можем, я остановлюсь. Окей. Дальше, если продолжать, вот, наверное, что важно на старте, что были выводы, которые мы для себя сделали. Очень несколько простых вещей. Первое. Очень важно понять, собственно, а зачем вам нужен на Java. Вот так, по-честному, для себя. Что это для вас? Модное слово, светлое будущее, или может какая-то, не знаю, серебряная пилюлька, которую вы считаете, что в организации внедрить, сейчас все заработает. Надо четко понимать, какую ситуацию вы этим хотите решить. У нас было отчасти просто, потому что у нас была конкретная история. У нас было мобильное приложение, которое мы хотели качнуть. Нам нужно было на рынок Казахстана вывести очень быстро, хорошее мобильное приложение. Сейчас дальше мы слайд покажем, там, если успеем, то мы бы, если брать, например, рейтинг российско-казахстанских приложений, находились на четвертом месте, учитывая весь совокупный рейтинг рынка СНГ. Не только в Казахстане. И для нас за полтора года это прорыв. Стало возможно работать с точки зрения команды. Сейчас то, что мы видим, когда у нас создаются, например, команды, в которых нет четко оформленного зачем, когда оно плавает, пока оно не сформируется, команде очень тяжело дальше стартовать. И пока вы в своей организации не поймете, а зачем agile, что вы конкретно хотите решать, вам будет очень тяжело. Поэтому первый вопрос, зачем. Второе, нужны люди, которые будут трансформировать. Команда трансформации. Несколько человек, которые этим горят, в принципе, готовы тянуть на себя и дальше. Потому что масса разных проблем. И по сути своей, agile надо запускать по agile. Его невозможно спланировать. Мы не можем написать проект по запуску agile. Нам нужно собраться, начать делать, начать делать спринты, делать очень короткие вещи. Потому что мы тут же получаем результат. Поэтому самое правильное, это делать команду трансформации, которая уже говорит о том, а что есть, какие проблемы, а что происходит в организации, а как мы это решим. И начинает уже продвигать agile. Следующее, это очень должна быть сильная политическая поддержка. Нам в этом плане очень просто. Потому что у нас есть общая политическая воля. И если вы собираетесь внедрять agile в организацию, у вас должен быть заказчик. С точки зрения определенного руководителя, которому это нужно. Если вы хотите раскатывать, ну как бы на достаточно большую и серьезную историю. Если пробовать просто как инструменты, можно обойтись без политической воли, потому что она в принципе нужна, когда вы что-то меняете. Но если вы собираетесь реально вот что-то сильно сдвинуть, очень важно, чтобы был кто-то из руководителей верхнего уровня, кто очень хорошо понимает, зачем это нужно. Ну и собственно важно запускаться пилотами. То есть легче взять какой-то маленький, короткий проект, небольшой, ограниченный, в рамках него запустить agile, посмотреть, как он будет работать. Сформировали одну команду. Запустили, обкатали, показали успехи. Все получилось, давайте пробовать дальше. Нежно пробовать раскатывать много команд. Нужно очень сильное искушение, когда мы начинаем погружаться в тему agile или скрама, сделать как можно больше. Пока больше не надо. Надо, чтобы заработало. И очень важный пятый пункт. Собственно здравый смысл. Это вот он, это все. Здравый смысл – это те вещи, которые вместе с технологиями позволяют вам реально успешно запускаться. Потому что пока вы не начнете, вам очень тяжело будет понять, что важно. Потому что в каждой организации, как мы поняли, это индивидуально. Потому что своя организация, своя среда и как бы своя собственная ситуация. Ну и последняя, очень важная часть, которой я хотел остановиться, о том, что важный кейс, который мы видим, с которым столкнулись, благо мы его прошли и решили, о том, что agile может превратиться в определенный карго-культ. Знаете, что такое карго-культ? Такая интересная, не слегка, а весьма грустная для меня история. Потому что во время Второй мировой войны в Тихом океане американские военные разворачивали свои базы на островах. Собственно, туземному населению перепадали различные ништяки, которые очень сильно увеличили уровень жизни. Война закончилась, базу свернули, все уехали. И, собственно, для того, чтобы… какой сильный ряд людей, которые остались? Для того, чтобы получать ништяки, собственно, никакая взаимосвязь. Железная птица, человек в форме, автомат, ништяки. Ништяки, ништяки. Это консервы, это одежда, это железные инструменты, что-то еще. Разные блага цивилизации, которые называют словом ништяк, я извиняюсь за свой жаргон, которые падали с неба, по факту, на людей. Для того, чтобы это призвать, люди начали строить такие макеты самолетов из дерева в реальную величину, одеваться, макеты бронетранспортеров и прочие вещи. Назоватся теперь каргокульт. И они этому поклоняются в надежде, что снова с неба упадет посылка, которую они смогут разобрать, и снова там будет масса полезных вещей. Наслаждение происходит. И очень важна трансформация культуры в организации, чтобы это не было именно некой медалькой или неким каргокультом в организации. Что мы говорим о том, что, ребята, все agile, мы приехали. Это вопрос о том, как понять, agile внедрён или не внедрён? Не знаю. Не надо париться. Надо просто понять, что вы понимаете, зачем, и вы там двигаетесь, зачем. Поставили бизнес-цель, в ней двигаетесь. А с точки зрения, есть agile, нет agile, ну как бы не делать из этого каргокульта именно. О том, что должна быть так, должна быть доска, должен быть скромастер, медалькой раздали, доску нарисовали, всё, у нас agile. Ну нет. Нет цели внедрить agile, есть цель решить проблему. Это очень хороший инструмент, суперский, и правильная трансформация именно культуры. Потому что, если мы трансформируем культуру, всё хорошо. Если мы не трансформируем культуру, начинаются разные эффекты, которые потом мы решаем. Да, и вот главный мостик на предыдущий слайд. Поймите, зачем вам agile? Если вы используя фреймворки различные, используя философию agile, дойдёте до этого, зачем? Ну, можно сказать, что вы добежали до цели. Это вот, наверное, то, что я хотел сказать про людей, про культуру. В двух словах, наверное, про продукты. Очень коротко, потому что самое важное, что мы сейчас поняли, о том, что нам нужно менять и подход к самим продуктам нашим. К тому, как мы создаём понимание того, что надо клиенту. То есть сегодня мне очень понравилась фраза о том, что мы переходим от проектного подхода к подходу управления продуктом. Это очень правильно. То есть мы не говорим, что мы сделали продукт для того, чтобы он остался. Мы его создаём и развиваем. И вот здесь у нас есть различный опыт. про это я уже сказал. То, что мы входим как бы в десятку мобильных приложений. Это вот книжки, чуть подробнее остановлюсь попозже, про тем, кому интересно о продукт-оунера, что почитать и для себя чего взять. Вот. Наверное, вот отсюда начну. Если мы говорим про продукт, то вот сейчас для нас мы понимаем, что находится фокус, наш фокус находится на пересечении вот этих трёх частей. Людей, технологии и бизнеса. Собственно, что, во-первых, это должно приносить нам деньги. Или, может быть, в третьем. С одной стороны, это должно быть экономически выгодно, с другой стороны, это должно быть технологически возможно, но самое важное, что это должно удовлетворять некие потребности наших клиентов, нашего пользователя. Потому что по факту, когда начинается отбирать текущие, например, продукты или текущие ситуации, понимаешь, что есть большой разрыв между тем, что человек хочет получить и реально получает. Поэтому отсюда начинается старт для инноваций. Ну и если говорить о том, как мы это делаем, то мы это делаем через дизайн мышления. Сейчас мы очень сильно запускаем именно этот инструмент и именно этот подход. То есть мы трансформируемся и начинаем исследовать и зарабатывать продукты и использовать дизайн мышления. О принципах, наверное, об инструментах останавливаться не буду. Можно потом будет посмотреть в материалах. Они обязательно будут в презентации, это все остается. И опять же, дизайн мышления, точно так же, как скрам. Это очень хороший набор инструментов, которые можно взять, научиться и потихонечку этим пользоваться. Самое главное понимать, что должен быть определенный выхлоп и вы должны фокусироваться на продукт. И чем это важно? Тем, что раньше… Как изменило нас дизайн мышления? Раньше мы ходили на гембы. Что такое гемба для нас? Термин знакомый. На производство смотришь, смотришь, как работает и так далее. То есть раньше мы ходили, смотрели, как работает наш конвейер. Это было очень полезно. Оно и сейчас полезно, когда мы говорим. Но мы сделали следующий шаг. Мы поняли, что надо ходить не на производство, а к клиенту. Надо выйти вот так вот за столик банковский и с другой стороны посмотреть на банк. Чего происходит-то? Как клиент нас видит? И интересный эксперимент, который был в конце, по-моему, прошлого года, это когда Германскович сам участвовал в таком вот проекте и одевал специальные костюмы, которые ограничивают подвижность, имитирует определенные физические ограничения, которые испытывает человек с ограниченными возможностями. Для того, чтобы понять, а насколько мы как банк дружественны к подобным клиентам. Потому что в России, по сути своей, Сбербанк – это крупнейшая банковская организация. Это работодатель номер один. Там каждый пятый человек в России работает в Сбербанке, но обслуживается с того больше. И получается, что этот интересный опыт нас возвращает и переводит на другую сторону. Когда мы переходим к клиенту, начинаем смотреть на него. Что ему надо, чего он хочет и чего он хочет получить. Зачем это надо? Ну, собственно, маленькие меркантильные вещи, потому что как только мы начинаем менять и давать удобство клиенту, это начинает улучшать наш бизнес. Потому что люди, словно, делают дополнительные покупки, более лояльные и, собственно, это нам обходит все дешевле и дешевле, то есть мы получаем больше выгоды. И если мы говорим про функциональность, то это вот слайд, в котором я рассказывал. Что, по сути своей, за 2 года интенсивной работы мы провели измерения, и поняли, что мы очень сильно прыгнули вверх. С нашей точки зрения отличный результат. Это вот реальный кейс, который мы реализовали. Ну и, собственно, чего дальше? Можно ли опять же говорить о том, что мы внедрили agile, не внедрили? Мы руководствуем с этой пословицей. О том, что каждое утро, собственно, газель просыпает смысл, что ему надо бежать, иначе он закончит день, собственно, в желудке у льва. Лев просыпает смысл, что ему надо каждый день бежать, иначе, собственно, для того, чтобы догнать газель. Поэтому вывод, неважно, газель ты или лев, по-любому нужно проснуться, и если ты хочешь выжить, тебе надо бежать. И это отражает реальность современного мира, потому что он безумно сильно меняется. Очень большая скорость изменений. И поэтому сейчас мы делаем так много и такую большую ставку на agile, на тот change, который я показывал, который должен улучшить наш конвейер, который должен нам дать возможность стать лучше, более прибыльными, и обеспечить нам определенную стабильность в изменениях. Наверное, вот так. Ну и дальше про процессы передам слово Михаилу, и теперь сам стану в стороночек. Коллеги, к сожалению, времени очень мало. Я на самом деле, ну представлюсь еще раз Михаил, я директор управления, которое занимается разработкой софта и внедрением этого софта в Сбербанке Казахстана. Интерес к agile у меня возник, где-то в октябре, в сентябре прошлого года, с тех пор я оттуда не вылажу, потому что меня безумно драйвит вся эта ситуация, вся эта идея, и очень глубоко сейчас погружаюсь в Scrum, именно во фреймворк Scrum. Очень много ваших вопросов, на которые очень хочется дать ответ. Я, извиняюсь, если на какие-то вопросы я не смогу дать ответ, на все, практически по всем вопросам я могу дать реальные кейсы у нас в Сбербанке. Если по каким-то вопросам не успею закрыть, пожалуйста, в перерыве готов ответить и рассказать, как у нас это все работает. Значит, я приведу небольшую метафору, вам уже показывали ее, я по ней быстро пробегусь, уже показывали что-то подобное, с поездом, помните, да, то есть есть два подхода Waterfall Scrum, представим, что это пушки, из которых мы стреляем и пытаемся попасть в цель. Ядро полетело, цель там, это по Waterfall. То есть мы запланировали проект, написали техническое задание, посчитали стоимость этой реализации, на это ушло 3-4 месяца, это действительно так, пока вот у нас в банке согласуешь все документы, это ужасно долго, откроешь проект на нескольких комитетах, в результате через 4 месяца ты выстрелил, цель вон там. Но пока ты готовился или пока ядро летит, цель уже поменялась, а ты идешь по проекту, потому что ты там наверху сходил и сказал, ребята, это классно. Тебе поверили, дали деньги, утвердили твой проект и все, ядро уже в другую сторону не полетит. И вот оно летит, летит, а цель 10 раз уже поменялась. В результате вы можете просто не попасть туда, куда хотели, вы можете не поразить свою цель. Разница в agile. Сначала стреляем, представляем, что вылетает из пушки не ядро, а ракета, которую мы из пульта управления можем корректировать. Цель поменяла свою дорогу, мы раз, ракету переместили. И куда бы цель не летела у нас, вернее, цель как бы не меняла свою позицию, мы ее достанем, догоним и поразим. А вот это идея, это смысл всего итерационного подхода. То есть мы идем маленькими итерациями, что-то выбрасываем на рынок, получаем обратную связь, и в результате мы добьемся того, что наша ракета долетит до нужной нам цели. Дальше я хотел немножко, опять же, делая мостик к предыдущему слайду, сравнить стандартный итерационный подход, стандартный ватерфольный подход. То есть что у нас есть, я взял пример, собственно, с моего подразделения, с нашего банка, это есть какая-то идея у бизнеса, они к нам прибегают, а хотим. Мы говорим, отлично, бизнес требования нам дайте, пожалуйста. Они нам пишут бизнес требования, мы его согласовываем, потому что не дай бог не то сделать, голову оторвут. А потом пишем техническое задание, буква в букву бизнес требования с доработками технических деталей, они нам это согласовывают, и потом только отдаем в разработку. В результате весь этот цикл для хорошего проекта занимает 5-6 месяцев, а то и больше. Это для серьезных проектов. В результате вот в конце человек с вопросиком, это то, что получил, в конце внедрения, то, что получил наш заказчик. В 80% случаев это не совсем совпадает с его видением, и в стандартном ватерфольном подходе у нас начинается чаще всего разбор, кто виноват. Всегда ищут виноватых, это понятно, в большой организации надо же кому-то голову открутить за то, что не то сделали. И на каждом этапе начинается разбор. Техническое задание есть? Есть, согласовали, согласовали, сделали, как в техническом задании. Но мы же думали другое, или цель изменилась, пофигу, есть документ. Документом прикрылись, одно место, и все нормально. В результате мы… То есть на каждом практически этапе вот этой вот жизни продукта возникает какая-то бумажка, которая то подразделение, которое делало этот этап, прикрывает этому подразделению голову и все остальные части тела. Так вот, итерационный подход совсем другой. Мы выкидываем бизнес-требования и технические задания. Нам не нужны документы на этапе начала работы. Помним, да, работающий продукт важнее документов. Документы нужны будут, но потом, когда мы работающий продукт сделаем, выпустим, посмотрим на него и скажем, какие документы нужны. Вот у нас в части, помните картинку, да, change run. Мы когда выпускаем какой-то софт на рынок, ну, систему загружаем, наша задача потом передать его на техническое сопровождение, в run. Мы приходим к ребятам из технического сопровождения, говорим, что вам нужно написать, чтобы вы его сопровождали. Они говорят, раз, два, три, четыре. Мы идем и только это пишем. Раз, два, три, четыре и отдали на саппорт. Держите. Мы не пишем BTE и TZ, потому что это с точки зрения LINE потери, waste. Мы пишем только то, что действительно нужно. По факту, это техническое задание по итогам реализации продукта. И продукт, вот если клиент наш, заказчик внутренний, внешний, неважно, видел продукт только на этапе тестирования, то есть месяцев через пять, например, тут он его видит, часть этого продукта, он видит каждый день, потому что продукт сидит внутри команды. Он с командой. Он видит, как они его разрабатывают. Он не понимает, что они пишут, но он видит, как это рождается. И, соответственно, реализацию продукта он получает через десять рабочих дней, через две недели спринт. Условно спринт от недели до месяца в скрам гайде написано. То есть это зависит от сложности производственного процесса, это может быть неделя, две, три, четыре недели. Не больше четырех, не меньше одной. Ну, меньше, чем за одну неделю что-то выпустить сложно, больше уже будут, уже будут возникать потери. У нас в разработке софта спринт две недели. И тут нет никаких, попоприкрывающих, извиняюсь, документов, которые, ну, никому не нужны. Тут нет технического задания, которое якобы аналитики пишут для разработчиков. 95% разработчиков не читают технических заданий. Они читают начало и конец. Что там на входе? Ага, и что должно получиться? Все, дальше типа, я же разработчик, я самый умный, я сам все знаю, как сделать. Не читаются документы, говорю вам, как разработчик, вообще. Нафиг никому не нужны. Так вот, убираем эти потери. Это про процесс, это про разницу процессов между waterfall'ом и скрамом, agile'ом, любым agile' framework'ом. И вот эту идеологию, когда мне рассказали, когда я это понял, я попробовал у себя, я был просто шокирован результатами. С тех пор я пропагандирую в банке agile' и скрам, как бы тяжело нам с Олегом при этом не было. А проблем действительно очень много. Нам не тяжело, нам интересно. Интересно. Интересно, что тяжело. На данном слайде я хотел немножко остановиться на фреймворке скрам, который мы активно применяем, но, к сожалению, не буду его очень долго рассказывать, потому что времени очень мало. На самом деле есть скрам. Скрам – это идеология agile. Наверное, уже говорили предыдущие спикеры, да, и вы читали. Agile – это некая философия, там всего 4 цели, да, и 12 принципов. Их не так много, их можно прочитать, выучить наизусть, а скрам – это тот фреймворк, который помогает вам, как раз отвечает на вопрос, а что делать? Вот, ну, хочу agile, что делать? Возьмите скрам-гайд, там, по-моему, 17 или 20 страниц, в русском варианте, откройте, вы просчитайте, что делать, да, и поймите, что из этого, ну, лучше стараться, скрам-гайд описывает ситуацию, которая в идеале, это вот чистый кристалл, к которому надо стремиться. Разумеется, сразу его положить на организацию невозможно, придется что-то там докручивать для своей организации. Но там все описано очень четко. Правда, суховатым языком, но все очень четко. Останавливаться не буду, скрам, как вам уже говорили, всего лишь, ну, содержит очень простой, содержит 3 артефакта зеленым цветом выделены, 4 неких процесса и 3 роли, скрам-мастер, продукт-оунер, дев-тим. Я вот из себя здесь добавлю, знаете, наверное, о том, что смысла разбирать его нет, потому что он стандартный. Я просто подтвержу самое важное в нашем кейсе, то, что он реально работает. То есть процессы, ну, схема реально работающая. Но самое важное, что надо помнить, вот там был вопрос, чего сложно, чего просто, самое сложное следовать до конца всем вот этим вот очень простым шагам. Это некая такая, знаете, как магия. Если ты сделал все правильно, вот прошел через все шаги, у тебя получается результат. Больше, меньше, но он получается. Если счет забыл, результат получается стабильно хуже. Поэтому как только мы научились делать эти вещи стандартно, те команды, которые продвигают полный цикл по стандартам, у них получается результат намного выше. Да, эффективность выше, конечно. Дальше я хотел рассказать, я так думаю, что у многих, с кем я разговаривал, кто как и я, только погружается в скрам, кто такой скрам-мастер, что он вообще делает и зачем он в принципе нужен. Но так как от вас не прозвучало этого вопроса, я могу этот момент опустить и постараться ответить на те вопросы, которые у вас возникли, потому что время уже заканчивается, вот у нас 6 минут. Могу эти моменты опустить и рассказать, постараться ответить на ваши вопросы. Вкратце, вот скрам-мастер, вот у меня всегда в голове именно эта картинка, магистр йода. То есть здесь мы с Мишей различаемся взглядами скрам-мастера. Да, то есть он такой рассудительный, он коуч, он спросит 10 раз, почему, а зачем, а почему ты считаешь это проблемой, а что ты сам можешь предложить для его решения. Но в то же время попробуй тронуть его или его людей, зеленый меч световой и будет плохо, короче. Вот это вот основные роли, так сказать, шапочки скрам-мастера, которые он надевает в процессе работы. Он и коуч, и менторы, тренеры, фасилитаторы и так далее. Про это все тоже. Вот такие проблемы, например, решает скрам-мастер. Приходят разработчики, мы не хотим ходить на дейли-митинги. Зачем? Да я походю. Чего ты меня дергаешь? И вот задача скрам-мастера объяснить, зачем надо приходить, почему это важно, понять его проблему, почему он не хочет приходить. То есть понять проблему человека, то есть его боль. Вот я хотел на этот вопрос ответить, ну да ладно. Давайте мы пробежимся немножко по вашим вопросам. Кейсы. Олег, помоги. Это что? Ошибки. Ошибки, как прошла agile трансформация, выводы, уроки. Ну вот выводы, уроки мы начали, в принципе, где-то рассказывать по ходу. Добавившись, я что-нибудь. Скажу, трансформация не прошла, она еще идет, она в самом разгаре. Как я сказал, реальная agile трансформация у нас началась где-то в ноябре, декабре прошлого года. Это когда мы уже начали собирать скрам-команды, сажать их, давать задачи, рисовать юзер-стори, бэклоги продуктов и начали работать по скраму. Для нас это процесс, который идет и меняется от недели к неделе, степ-бай-степ. То есть для нас он тоже по скраму, то есть мы его так же развиваем, как весь процесс там бизнесовый по факту. То есть мы смотрим, что можно докрутить и мы так же пытаемся где-то допилить. Это нормальный, естественно для нас эволюционный процесс. И добавленный, наверное, еще к Мише о том, что у нас был очень длинный период подготовки, где-то, наверное, с апреля прошлого года вот по ноябрь. У нас была такая информационная компания очень большая по тому, что такое agile, что такое скрам и как это может дальше в организации работать. Потому что мы собирали отдельно руководителей, к нам, кажется, ребята приезжали скрам-трек, потом мы отдельно делали обучение для… мы собирали ключевых руководителей и ключевых сотрудников, делали обучение тоже по скраму. И вот после этого мы смогли как бы стартовать и запуститься. И вот это очень важно, но я бы это недооценивал. Важность именно информационной компании для того, чтобы люди понимали, чего это такое. Потому что на самом деле с моей точки зрения самым лучшим приобретением за всю историю внедрения agile у нас в Казахстане было то, что мы позвали на тренинг финансового директора. Директора финансового департамента, она посмотрела на все это. Как она кайфанула. Она сказала, аааа, то есть теперь значит те проекты, которые мне рассказывают, что через три года денег принесут компании. Теперь я могу это отслеживать на более частой основе. Но каждые две недели, каждый месяц где-то еще. И у ней такое наслаждение было. Она теперь всем рассказывает, что такое agile. Она теперь всем рассказывает, там участвует активно в вопросе мотивации команд. Потому что когда мы начинаем, она говорит, не, 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 это у вас нет. Это не так. Давайте по-другому. И вот Наталья Михайловна очень активно включается. Поэтому с моей точки зрения, никогда не знаешь, где появится такой бриллиант, но у нас он появился. И есть масса людей, которые реально включились в это, они не участвуют в командах, но они являются такими, знаете, проводниками agile в организации. И вот для нас это очень ценно. Где agile применимо, где нет, мы постарались рассказать в начале. Это run и change, разделение на операционку и на change сектор, то есть на change подразделение. Дополнительно могу в перерыве рассказать еще, какие у нас кейсы были и сделать мостики. Синхронизация работы команд для нас пока не проблема. Вот тут мы с вами, мы вам ответа не дадим. У нас не так много команд, чтобы возникала проблема их синхронизации. У нас пока больше вопрос синхронизации работы, я же сказал, с остальным банком. Да, с остальным банком. Вот это реально проблема. Потому что у людей, это чисто эмоциональные вещи, которые можно разбирать и можно делать. Время. Более того, мы так сейчас живем. У нас скром мастер чуть ли не один на весь банк. Смотрите, у нас сейчас мы установили, ну как бы у нас определенная процедура, которую мы следуем. У нас должны проходить стендапы, у нас должны проходить определенная подготовка к демо, демо дни, потом после них ретро и планирование спринта. Это вещи, которые по времени занимают, ну как бы не целый день. И поэтому мы выделяем людей специально, как бы мы с ребятами из HR ходим и являемся такими приходящими скром мастерами в тех командах, у кого этого нет. Я больше скажу, это засада, в нее нельзя попадать. Скром мастер должен сидеть в команде. Это идеал, к которому мы должны идти. Когда скром мастер выделен на 2, 3, 4 команды, а тем более, как я, например, совмещает еще управление каким-то департаментом, это капец засада. В нее нельзя попадать. Желательно в нее не попадать. Но мы понимаем, что есть идеал, скром гайд, кристаллик, а есть жизнь. И вот эта жизнь говорит о том, что нужно качать скром мастеров, желательно внутри, безусловно, качать, подбирать, очень четко подбирать людей, кто подходит на скром мастера. Это должен быть человек, который понимает, что нельзя пытаться руководить, а нужно мотивировать. И эта засада, в нее нельзя попадать. Почему мы так начали? Потому что, с моей точки зрения, мы должны с чего-то начать. Надо с чего-то начать. Лучше так, чем вообще никак. И с моей стороны начать лучше вот так, чем мы выращиваем скром мастеров год. И потом, да, наверное, что-то там у нас пойдет. То есть надо с чего-то начинать. Потом они все равно появятся, эти люди. То есть они посмотрят, накопится опыт определенный, накопится хорошая история, накопится успех. И у людей, ну как бы появится, они вырастут с команды. Они кристаллизуются. Мой прогноз там в рамках следующего года, в рамках этого года, в конце они точно появятся. Очень надеемся. Я тебе говорю. Отлично. Опс. Я извиняюсь, нам маякую, что у нас кончилось время. Смотрите, в конце, что бы хотелось добавить. Давайте по вопросам добежимся. Я понимаю, что мы делаем ужасные вещи, только не организация конференции, но мы все равно это сделаем. Мы не принимаем ультиматумов. Смотрите, мы постараемся. Значит, дальше, что легко, что нет, мы рассказали. С точки зрения места заказчика в agile, это тот человек, который должен сказать зачем. И он должен зачем отслеживать. Должен быть четкий человек, который понимает, зачем, какой бизнес банк приносит. И самое важное для меня, сейчас добавишь, то, что человек должен постоянно ходить, смотреть результаты. Он должен приходить на демо дни. Это заказчик для команды или в принципе заказчик для agile трансформации всей организации. Если это заказчик для команды, то да, он должен жить как продукт, он должен жить внутри команды. Обязательно. Если это заказчик agile трансформации всей компании, то это должен быть не ниже топ, сей уровень. Следующий, как вытащили людей? Наверное, ответ простой. По факту, да? Иногда силой приходится. Ну, как бы мы сказали, что это подразделение, это блок будет работать agile командами. С такого числа мы трансформируем структуру. Раз. Трансформировались. У меня немножко другие. У нас появились другие. У нас появились много разных засад с этим как бы. Ужасно много. Но уже как бы мы трансформировали. Объясню почему. Потому что если бы мы сейчас входили с моей сугубо личной точки зрения в очень долгий разговор о том, давайте кто хочет сформироваться в команду, кто не хочет, это было бы очень длинная песня. Поэтому иногда нужно чуть-чуть быть более настойчивым. Но самое главное правильно понимать, какая команда нам нужна. Вот это очень важно. Некоторые команды, мы начинаем просто инструменты, например, это было с банком 21. Это не была формализованная команда, было рабочее, ну вот это было подразделение, но они применяли инструменты скрама. Все. И люди постепенно вошли в аджер. Поэтому и так, и так. У меня есть несколько кейсов, как реально затаскивали людей, и потом они были мотивированы, тоже могу в перерыве рассказать, что мы для этого делали. Да, про тех инструменты мы расскажем отдельно в перерыве, потому что есть разные интересные вещи. Миша расскажет про Джиру, могу рассказать про опыт работы с программкой Трайл для этих, для мобильных приложений. Ну и, собственно, про успехи рассказали, задачи рассказали. Да. Про успешные вне рассказали, потому что для нас это процесс, реальная эволюция, в которой мы в нем живем, мы пока не видим. Потому что конец эволюции – это смерть. Мотивация команд. Опять же вопрос, с которым мы сейчас в него входим, потому что надо людей каким-то образом мотивировать, должна быть немного другая мотивация. Не финансовая. Ответ, который мы сейчас нашли, это первое, а, не финансовая, б, финансовые вещи завязаны на бизнес-ресурсах, которые они приносят. То есть на выгоду банка, который приносит проект. Очень жесткая система, ну как бы такая циничная, но как бы она действующая. Ну и, собственно, что с ресурсами, с ними всегда все плохо, но это вечная битва за ресурсы, но сейчас мы выделяем определенный кусочек ресурсов, который уходит на agile команд, то есть мы отрезаем часть бюджета, говорим, это на agile команды, определенные цели нам подтверждаются, мы говорим, вот в таких направлениях движемся, примерно столько хотим заработать, на это примерно эллицируем вот такие ресурсы. Внутри ребята сами начинают их напиливать, но идет как бы определенная регулярная, там раз, например, в квартал, или какой-то определенный отчет, сколько потратили, сколько принесли, ну и так далее. Наверное так. Ну и последнее, на чем бы хотелось закончить еще, мы это любим делать, наверное, вот это вот, от чего почитать, как обещал, есть несколько книжек, которые мы пользуемся, и мы их читаем, вот, можно сфоткать и посмотреть, но это вот те вещи, которые мы, которые мы делали. Ну вот, наверное, и последний слайд, самое, и еще один. Вот самое важное, наверное, во всей этой истории о том, что не надо думать о том, что что-то невозможно, потому что есть очень хороший цитат о том, что жизненно важный ингредиент успеха, это, к сожалению, не знать, что задуманное вами не выполнимо. Поэтому не надо париться, надо делать, как бы потихоньку оно все вырастет, все будет хорошо. И, наверное, последнее, что хотел бы, всех, наверное, кому-то будет интересно, может к нам прийти посмотреть, на искусство, поговорить, более предметно, мы, в принципе, к этому достаточно открыты. Насколько это возможно в рамках банковской структуры. Спасибо большое, коллеги. Спасибо, Олег, спасибо, Михаил.